Накажут рублем. 13 кировчан заплатят штраф за то, что их машины помешали очистке улиц от снега. Таких водителей сегодня нашли городские чиновники. По их данным, недобросовестные автовладельцы, которые оставляют свои машины на обочинах дорог на долгое время, мешают чистить город от снега. Но сами кировчане уверены, в этой ситуации виноваты городские власти. Почему? Расскажет Анастасия Шерстнева. Движение в деле – это не типичная городская улица, которая убирается ежедневно подрядчиком. И машины, которые брошены на дороге, мешают уборке. Одна из причин, почему дороги в городе плохо почищены от снега – припаркованные автомобили. Снегоуборочная техника вынуждена объезжать такие подснежники, оставляя часть дороги нерасчищенной. Но теперь подобных автовладельцев будут наказывать рублем. То, что машина оставляется на дороге, это является нарушением правил благоустройства. Поэтому владельцы машин имеют возможность получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей. В январе 13 кировчанам пришлось заплатить штраф за оставленный на обочине автомобиль. В ближайшем будущем будет рассмотрено еще порядка 40 административных дел. Отметим, что оштрафовать могут только того владельца, который оставил свой транспорт на проезжей части более суток. Инспекторы фиксируют этот факт и отправляют нарушителю извещения о штрафе. Вот только о планируемой уборке улицы кировчанам узнать проблематично. О временных знаках многие даже не слышали. Нет, вообще ничего не слышал, не знаю. Я гуляю с собакой все время, но нет. Вот трактор ходит часто. Нет, не видел ни разу. Ни разу не видел еще где. Ну нет, бывает такое, что объявления у подъезда вешают. И все, максимум. А на дорогах не стащают? Нет. Чиновники говорят, узнать информацию, когда какие улицы будут чистить, можно на сайте администрации города. Правда, не каждый водитель перед тем, как оставить машину, будет заходить в интернет. Это неудобно. Но другого способа нет. Разводят руками городские власти. Кстати, в планах на ближайшие дни значится очистка от снега улиц Корбуновой, Пятницкой, Розы, Люксембург и Циолковского. Анастасия Шерстнёба, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича.